Для районного центра такого формата и содержания очень подходит название Славгород. Белорусская глубинка, которую так любят иностранцы и которую пока оценили не все белорусы, славная. Может не такая идеально вычищенная, как столица, без высоток областных центров, но именно в таких городках лучше всего сохранилась искренность людей, искренняя радость от, казалось бы, обычных событий. Вообще в целом для юга и юго-востока Белоруссии характерна проблема недостаточного количества мостовых переправ через такие большие реки, как Сош, например. И людям приходится делать крюк в 50, а то и 100 километров, просто для того, чтобы добраться в соседний район. Но проблема решается, когда есть задача, а задачу построить этот мост в свое время оставил лично президент. Начали, впрочем, традиционно, с общих показателей всей области. Губернатор Леонид Заят чередует проблемные вопросы. Логичное проседание по экспорту, например, с очевидными достижениями. Кормов уже заготовили больше, подтянут зарплату, план по воловому региональному продукту готовы выполнить. Александр Лукашенко перебивает. Пандемийный год нестандартный. Одно дело план, другое реальные возможности. Вы считали, на что вы выйдете по году? Объективно только. Мы считали, что есть такую задачу, что 100% относительно 19-го. То есть вы сохраните уровень 19-го? Да, да, да. Нам задача сохранить все, чтобы взять... Нет, я не про задачу. Я спрашиваю, вы считали, на что реально вы способны выйти? Считали. Нам необходимо напрочь республиканские формы собственности, чтобы те предприятия... То есть вас пока тянут вниз, республиканские предприятия. Ну, так, наверное, и ставить надо задачу правительству. Пусть займутся своими предприятиями и не прикрываются коммунальными. Они будут за свое отвечать сами. Сориентируйте их на это. И уже затем президенту докладывают про новый мост. Обычно такие доклады однообразны. Поручения, проект, работы, экономия. Но в случае с мостом через Славгород много существенных деталей. Когда реконструировали мост в городе Крищеве, сняли две фермы. Фермы 1959-го года, которые были произведены в Днепропетровске. Украина. И вначале их планировалось утилизировать, но потом появилась идея, вспомнили про этот мост, оставить. В 2016 году, в октябре месяце, приступили к реализации проекта. Мы поддержали, включили в госэмисс программу и частями начали финансироваться. То есть возведение моста даже на стадии идеи содержало в себе разумную экономию. Всего же удешевить проект удалось на 10 миллионов рублей. Итоговая смета не превысила 40 миллионов. А ведь мост простоит минимум 70 лет. Похожие проекты будут и дальше реализовываться. Где-то построят новый мост, где-то отремонтируют устаревшие. В целом выходит госпрограмма на солидную сумму. Европейский банк реконструкции и развития финансирует. Вывод недавно по себе подписали указ. 18 мостов. Да, 18 мостов. И буквально в этом году начинаем вот эти крупные мосты. Какой объем финансирования по 18 мостам будет планировать? Ну и здесь у нас подписано соглашение на 126 миллионов евро. Ну вот эта сумма. По результатам торгов может быть на понижение. Но по факту вы, как обычно, должны меньше. Ну да, я думаю, что мы запросим. Но если мы в 100 миллионов уложимся евро, это будет хороший результат. И очень важно, чтобы под эти инвестиции были задействованы наши предприятия. Подряд, суподряд, вот о чем мы сказали. Это хорошее подспорье будет для строителей. Надо, чтобы вы четко представляли, какие дороги мы будем проводить. Замысел у меня какой? Ну, до областей. Мы вас связали с центром Беларуси. Вы сейчас можете в любую точку планеты спокойно выходить по прекрасным дорогам. Дальше что? Люди же нам постоянно об этом говорят. Дальше местного значения дороги. Прежде всего, самое главное, соединить. Они есть, эти дороги, но их надо привести в порядок. От центра области, от Могилева, допустим, до Быхова, Бобруйска, до других твоих районных центров. Это обязательно мы уже должны закончить в ближайшие годы пятилетки. А дальше, третий уровень, это от районного центра до агрогородков. Они тоже в основном неплохие дороги, но мы их должны привести в идеальное состояние. Должны быть крепкими и желательно бетонными. Оценить же новый мост через СОЖ, который позволит жителям Славгорода не ездить в объезд за 120 километров, Александр Лукашенко решил без автомобилей. Сама же идея моста именно здесь не нова. Его собирались возводить еще в СССР, и оказалось, с тех пор эту дорогу и эту проблему глава государства знает очень хорошо. Когда я посмотрел на эту красотищу, я ему говорю, Далин Константинович, обязательно найду время для того, чтобы приехать сюда, на эту прекрасную землю. У меня не совсем хорошие о ней воспоминания с молодости, потому что я всегда по этой дороге, вот туда накричем. Через Могилев ездил, когда работал заместителем директора завода, который производил балки, опоры, фермы эти и так далее. Я все время ездил выбивать цемент. Это была беда. Сейчас его девать некуда. А тогда, правда, мы в три раза меньше его и производили в Беларуси. Это была беда. И здесь, в Славгороде, очень часто бывал в молодости, тогда чаще, чем сейчас. Знаю хорошо ваш регион, но чем вы отличались еще до Чернобыля, да и после Чернобыля, здесь люди хорошие. Я это вот помню еще, когда был депутатом, первые годы я сюда приезжал. И когда принимались решения, у меня вот этот осадок остался. Думаю, ай, ладно, они и так пострадали эти люди, надо этот мост, давайте сделаем. Но мостовики наши молодцы. Видите, вот хозяйский подход. В целом же этот разговор на мосту показателен. Только что чиновники докладывали о развитии региона президенту. И вот президент докладывает трудовым коллективам о развитии всей страны. У нас на следующую пятилетку хвост останется от районного центра до агрогородков. Вот в Славгороде сегодня девять агрогородков. Там дороги есть, конечно, но не надо забывать, что мы их должны сделать вот такими двухполосными. У нас уже каждый второй житель, мы сейчас посчитали, имеет автомобиль. Куда ты этого денешься? Завтра каждый будет перемещаться на автомобиле. И что такое мост, что такое дорога, всем понятно, особенно в нашей продвинутой Беларуси. Поэтому я вас поздравляю с этим праздником. Как видите, и Господь с нами, как обычно бывает, побрызгал нас немножко дождиком. И солнышко. Ну то, что надо. Значит, этому мосту быть и быть надолго. Поздравляю всех вас. Дозвольте мне сегодня один из всех же хоров нашей Славгородчины выказать вам слова щирой подяки за таки важный и потребный подарунок. Дякую. Дякую, Великий. Ну, вы знаете, я не могу удержаться от комментариев. Я просто забыл выступая здесь упомянуть. Алин Константинович думает, что я вообще забыл. Мы ведь приняли программу Юго-Востока Могилевской области в будущие пятилетки, Леонид Константинович, программа должна быть реализована. Если мы реализуем программу по развитию вот этого региона, ты понимаешь, что Могилевщина будет жить. Там инвестиции хорошие, там и льготы приличные. И люди едут сюда. Поэтому смотрите на месте, где вы привыкли, где можно какой-то клочок земли, какую-то фабрику, завод построить или заниматься индивидуально каким-то предпринимательством. Если мы трудимся, если мы к чему-то стремимся, Господь всегда нас поддержит. Ты тоже хотел что-то предложить нам? А где лента? Не будет? Ключ будет? Будет ключ. Давай ключ. Уважаемый Александр Григорьевич, Ваше поручение по строительству мостового перехода через реку Соч в городе Славгороде выполнено. От всех участников строительства примите этот ключ от моста. Спасибо большое. Меня часто критикуют, когда президент приезжает, что-то там красят, чистят, дороги выкладывают. Я на это спокойно реагирую. Думаю о том, что хоть это же сделают, за долгие годы не сделали, а во-вторых, с собой не увезу. И ключ тоже я с собой не заберу. Я вот, если вы не против, губернатору, да? Вы не против? Пусть он тут открывает ключом этим. Еще Александра Лукашенко похвалит губернатора. Леонида Зайца на Могилевщине приняли хорошо. И он заслуживает похвалу от людей, которые добрые слова передают через президента. Еще мгновение, и долгожданный мост окончательно считается открытым. Новая дорога еще и прокладывает путь к знаменитой, и не только в Беларуси, к голубой крынице. В воде приписывают целебные свойства, ведь источник бьет из глубины в 200 метров. Туристов принимают круглый год. Крыница не замерзает. А с новой подъездной дорогой поток рассчитывают увеличить. Не заехать не мог и президент. Я понимаю, что все вкусно. Все, попробуйте. Ну вот, Александр Леонидович, пять лет назад вы с вами встречались. У меня было только три вида сыра. Помните, когда вы приезжали? А сейчас вот уже здесь восемь у нас. Стараемся сохранить традиции и новенькое, чтобы... Молодцы. Трутневочка. Да. Хорошая вещь. Ну это вы попробуйте. Попробуйте. Ну, конечно, один буду пробовать. Нет, так может еще. Всем, всем. За пчелу и трутня. Да. На здоровье. Я медовикампер, это мостовикампер, а дам. Да, она крепкая. Хотим вам вручить сувенирный оберег домового от нашей славородской земли. Это в доме надо поставить, да? Да, конечно. Спасибо. Сыры по традиционным рецептам такие возили даже во Францию. И кое-что покрепче для тех, кто не за рулем. В Крынице, кстати, раньше даже проводили обряды крещения. Но нынешние ритуалы окунания в ледяную воду сложно однозначно отнести к какой-либо вере. Вы как, перекрестились? Да. Годится, аж три раза перейти, поэтому четко соблюдаю. Вода очень хорошая, поэтому приятно, комфортно. Соединяйтесь к нам. У меня же дома такая. В Александре. Да. Вы не были там? А вот когда-нибудь заедте. Здесь, конечно, шикарное место. Но все равно специально приеду сюда, чтобы вот в тот колодец окунуться, если там можно. Александр Лукашенко и сам скажет, все ритуалы, обряды и снадобья имеют смысл только если действительно веришь. А вот что бесспорно, так это целебная сила меда. Сюда надо приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся. Президент, к слову, и сам держит пчел, так что предметно поговорить с пчеловодами есть о чем. Ну а про местных мастеров с золотыми руками Александр Лукашенко пошутит с идеологическим подтекстом. Ценнейшие люди, которые руками своими что-то делают. Мы тут даже лапти сплели. Но нам это уже не надо, это только действо. Оценив и дары земли, и результаты человеческого труда, президент скажет, вот это и называется спасти деревню. Значит, те решения главы государства тоже мост в будущее. Игорь Тур, Анна Пыш, Александр Автухов, Виталий Гончарик. Наши новости ОНТ, Могилевская область.